Вот сейчас народ когда подойдет, потому что пока никого нет, можешь расслабиться. Почему? Там наркотик какой-то? Да, конечно. Звуки классные вообще. Всем привет. И снова в нашей студии астрологи, ведические. Да просто астрологи, можно и просто астрологи, да? Или нет? Да, можно просто астрологи. Или ведическая астрология отличается? Ну да, есть в основных два направления, ведическая и западная астрология. Западная это считается более типа новая, ведическая она либо самая древняя. И в них как бы есть некоторые отличия. Я вот, например, знаю одну девушку, западный астролог, она уже где-то 5 лет практикует, она сейчас переучивается на ведическую. Серьезно? Потому что, да, западная, как и ведическая астрология, позволяет видеть проблемы в карте человека, да? Но западная не может предложить каких-то серьезных мер по гармонизации этих вещей, а ведическая может. И она поэтому учится на ведическую, чтобы не просто давать человеку расклад, а как бы на совет как компенсировать. Круто. Слушай, прям так нормально народ так набегает, набегает. Здорово. Давайте сегодня будет день вопросов-ответов. Вы задаете какой-нибудь вопрос нам. Вот. А мы на него отвечаем. Ну, все просто. Да-да-да-да-да. Вообще абсолютно любой. На любую тему. Да? Наверное, да. А? Да, привет-привет. Всем привет. Та-да-да-да-да. Настенка, привет. Сейчас надо это, да, разогнаться. Привет. Кристина. Люди всегда боятся сделать первый шаг. Как настроение? Настроение отлично. У нас всегда отличное настроение. Какой он классный закат. Не увидит его? Закат. Смотрите, какой закат. Да, красиво. Природа вообще гармонизирует. Это точно. На природе человек заметил. Да, вот чем ближе к природе, тем, мне кажется, человек... А? Более такое открытие, основное. Да. Как-то более естественное. Да, более как-то. Как-то более человек, блин. Хочется. То он как животное в основном все, блин, как бы чувствует, да? Ну, вообще, спасибо. А на природе человек реально становится... Ну, не знаю, мне кажется, как-то вот... как бы чувствует себя частью вот этого всего. Творцом чувствует себя. Отлично. Народу много. Давайте по поводу вопросов что-нибудь вы там попридумываете, сейчас позадаете. Может быть, какие-то... По поводу книг очень часто тоже меня спрашивают. Про хню вес. О, прикинь. Слушайте, сейчас вы видите что-нибудь? Я вот вижу темноту. У вас изображение есть? Ну, у меня, видишь, нет изображения. А у них может быть. Это бывает. Чем вы вдохновляетесь? Вообще, я вдохновляюсь много чем. Давайте вы ответите. Чем вы вдохновляетесь? Потом я. Мы вдохновляемся? Но нам всегда хотелось иметь какую-то профессию, которая будет напрямую давать инструменты, чтобы помогать людям. То есть, ну, вы даже профессией вдохновляетесь? Да. Вдохновляемся вообще и ведической астрологией. Чудесами. Ну, я не только этим вдохновляюсь. Я вдохновляюсь, когда я действительно вижу, что человек смог найти правильный путь. Смог понять. То есть, результатами своей работы? Да. Своего труда? Ну, и над собой в том числе. Я так вдохновляю отзывы, которые оставляют люди. Отзывы, тоже круто, да. Но это, конечно, для вас вообще стимул. Что делать лучше? Я реально понимаю, что ты теперь на своем потените, что ты сегодня не делаешь. Вот так. Ну, вообще круто, когда вас вдохновляет то, что вы делаете. Это вообще пипец. Это, наверное, самое крутое. А вот меня вдохновляет то, что я делаю. Ну, то есть, вот то, что я делаю, то меня и вдохновляет. Мне кажется, в этом секрет вообще. Поэтому, да. Поэтому можно очень легко понять, что меня вдохновляет, посмотрев просто мой профиль. Ну, когда мне тоже задают вопросы, да, почему у вас так много голых фотографий. Я говорю, ну, вот смотрите, есть люди, которые любят собачек, да. У них весь аккаунт в собачках или в кошечках, есть в цветочках, там, да, есть в еде. А я вдохновляюсь сама собой, своим телом, поэтому у меня много таких фотографий. Все. Как бы очень простой ответ. И люди больше не могут мне ничего, как бы, на это ответить. Ну, вот я просто отвечаю. Кто, ну, действительно, да, то есть, кто на чем сосредоточен. То есть, у вас изображение есть. Ну, отлично, видите, как просто у меня его нет. И как бы и заката не особо. Ну, видно, но не очень. Природа еще. Меня природа очень вдохновляет. Не, вот только недавно. Природа, музыка, пипец, музыка тоже один из моих вдохновителей. Музыка мне может вообще так мощно какую-то, ну, то есть, не то, что вдохновить, а какой-то, как муза для меня музыка часто. Знаешь, тебе какие-то вдруг резко откровения приходят под музыкой. Ну, это же, да, определенные вибрации музыки. Да. Это вообще классная штука, что тренировки, что просто чилка. Да, тренировки тоже крутые. Много. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Да, 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 да. Вообще, мне кажется, жизнь очень вдохновляет сама по себе. Когда ты начинаешь, ну, осознавать вообще себя в этой жизни и понимать, то есть, не когда ты живешь, как, мне кажется, автомат, как многие, да, потому что же, если очень есть много книг на эту тему, и очень интересно почитать всяких психологов и вообще людей, которые изучают мозг и насколько человек автоматизирован, то есть, есть куча-куча всяких, да, там, ну, грубо говоря, исследований, которые люди проводят, и наполовину мы, в принципе, половина наших действий, это не, как это называется, автоматически мы делаем очень много вещей, бессознательно. Многие привычки не бессознательны, поэтому человек, не задумываясь, что-то делает, там, курит, да, например, или что-то, ну, просто бессознательно. Когда человек вдруг начинает жить осознанно, он начинает каждый свой поступок практически анализировать и задавать себе вопрос, а зачем он это, собственно, делает, или там, а как и зачем он это говорит, стоит ли это говорить. Потом, когда он глубже начинает погружаться в себя, мне кажется, он уже начинает анализировать свои мысли, откуда эти мысли приходят, почему они приходят, какие-то свои страхи, свои сомнения, да, начинает копаться, начинает кучу-кучу всего интересного для себя выяснять, потом начинает интересоваться и когда начинает интересоваться начинает очень много изучать всякой разной литературы чем в принципе я я очень много ну занималась очень много всяким там самокопанием и мне пришло огромное количество литературы просто огромная я перестудировала очень кучу всего связанного с мозгом связанного с там сознание ну вообще с мозга много всякой литературы и было круто что я просто стала реально многие вещи на себе применять ты знаешь когда ты выясняешь, что там какие-то блоки или какие-то страхи связаны с чем-то глубоко, с какой-то твоей ситуацией жизненной старой, которую ты не проработал, не отпустил, и она тебе до сих пор мешает. То есть такое, здравствуйте. Кстати, есть такая техника для того, чтобы такие якори с себя снимать. Можете я про нее расскажу? Давай, конечно. Это будет полезно. Ну, в общем, есть такая техника. Например, ты когда-нибудь дал в долг кому-нибудь денег, и этот человек тебя кинул. Например, да? И тебя это как-то якорит. Типа, есть какая-то обида на эту ситуацию? Короче, есть такая специальная техника, как, типа, решить эту ситуацию в своей голове? Или, например, ты сделал очень плохо человеку, и тебе эта ситуация, как бы якорит, ты об этом периодически вспоминаешь. Типа, блин, вот тогда сделал вообще ужасно, лучше бы так, типа, не делал. И эти ситуации идут с тобой по жизни, как бы тянутся, и мешают, в общем, твоему прогрессу, как бы полноценному втеканию. Да, конечно. Слушай, а сколько было ситуаций, когда там, например, да, ты, грубо говоря, вышел к школьной доске, ну, к школьной доске хотел, например, что-то зачитать. Ну, это просто для примера у детей, у многих. И в этот момент, да, ты начал, и над тобой, например, посмеялся кто-то, или посмеялись, да, дети же, они такие жестокие, или учительница там, ага, и все, и пиздец, извините меня, это наполовину твоей жизни, ты будешь реально очень, очень бояться выступать на публике. Многие люди начинают заикаться, мне тут тоже писали, да, такие вещи. То есть настолько это стресс, как бы, ааа, и все, и человек потом очень будет, ааа, неуверенно себя вести в обществе, и бояться что-то говорить, потому что это просто в голове у него, что сейчас его могут высмеять, например. И это тоже все прорабатывается. Да, и вот есть такая... Мама живет в Москве. Есть такая техника, она называется оверты. Ты как бы должен выписать эту ситуацию. Например, я там на планете Земля, в стране России, в городе Москва, находился на таком адресу, сидел на таком этаже, в такой квартире, пришел такой человек, я знал его еще с детства, например, да. Типа, я его знал очень долго, там, типа, он ко мне пришел, начинаешь описывать ситуацию, типа, и я, например, описываешь очень ярко ситуацию, как что было связано. То есть суть оверта, максимальное, как бы, психологическое погружение, нужно прям картину по деталям, как бы, восстановить. Это, ну, прямо на странице 3, наверное, выйдет. Ну, вот, например, да, может быть, на 2 страницы какая-то ситуация. И ты ее максимально подробно описываешь, и после этого берешь правило, например, никогда не делать так и плохо человеку. Или, например, вот, если ты там дал человеку в долг деньги, например, а он тебя кинул, типа, никогда никому не давать деньги в долг. То есть, например, если человеку там реально нечего больше жрать, например, дать ему 5 тысяч, ну, типа, можешь не возвращать. Но, типа, у меня есть принцип, я деньги в долг не даю. Или, например, когда есть какие-то вот схожие ситуации, да, Вселенная, она постоянно проверяет на предметки нашей непроработки. И ты, например, даешь себе обещание, я больше никогда там не причиняю людям вред, например. Типа, аскезу такую берешь для себя. И вот пока ты ее исполняешь, эта тема будет работать, эти икори, они будут, как бы, избавляться. То есть я сам, когда узнал эту технику, выписал где-то 3, наверное, жизненные ситуации, за которые как-то было стыдно, где я как-то себя, может, неправильно повел, о которых я почему-то периодически вспоминал. И у меня там вышло прям листов 7-8 сразу же. Я их потом сжег. И вот, короче говоря... Круто, интересно. Реально очень с тех пор еще лучше себя начал чувствовать. Я думаю, что может у кого-то есть посерьезнее ситуации, им вообще это должно очень помочь. Хотела купить книгу Леви «Искусство быть собой». Мне сказали, что она с 2007 года не выпускается. В общем, найти ее негде. Ну, я ее читала в онлайне, поэтому вам остается только ее читать в интернете. Я многие книги читаю в интернете. Ну, потому что здесь, во-первых, нету... Нет, я очень, я безумно люблю бумажные книги. То есть имеется в виду, я люблю книжку, да, мне нравится. Но, во-первых, я многие книги раздаю потом, да, потому что я их не храню, я не люблю много... Ну, я повторно редко что перечитываю, вообще очень редко. У меня книга отпечаталась, да, например. И я второй раз навряд ли ее прочитаю, если только, знаешь, есть такие книги, которые с разным возрастом по-разному уже воспринимаются. Да, вот только так. Ну, таких книг мало. Мария, в судьбу верите? Сколько обучений, как найти своего мужчину? Но если не суждено сейчас встретить своего мужчину, ты не встретишь, сколько бы инфы ты не изучил. Ты не согласна с этим? Очень, кстати, у вас... Сейчас. Много не, да? Помнишь, Леша, ты мне говорил про эти не-не-не-не-не, что не нужно использовать не суждено, не... Ну, как это называется? Да, я даже замечала, когда я кому-то пишу, что я хочу что-то реально от человека получить, я всегда стараюсь слово не-не использовать. Потому что ты по всему не слышишь? Да, ну, типа не вообще считается, что да, она не воспринимается. Частичка не, она как бы не слышит. Почему говорят ребенку, когда ему говорят, не делай этого, он это делает, блядь, всегда. И поэтому не реально не используешь, когда тебе действительно нужно что-то получить, и ты такой, а-а-а, и ты используешь не-не-не, блядь, ты вот начинаешь за тем, потом за этим следить. Привет, с республики Саха, Якутия. Саха? Саха, извините, я там не была. Якутия, офигеть. Я бы, кстати, съездила в Якутию. Там мамонта, тебе мамонт нужен? Там еще недавно, кстати, что-то, короче, 200 каких-то золотых слитков, или 200 килограмм золотых слитков рассыпалось. По-моему, это было в Якутии. Типа открылся лег самолета, и там, типа, все было в этих слитках, короче. Офигеть, резко разбокатели там местные жители. Как бы, я не знаю, к чему ситуация решилась, но для любви ясно вообще. Там, типа, такие фотографии были, как они там отбалины, типа, такие валяются. Маше, я писала про школу, про милицейский... Слушайте, Наташа, к сожалению, у меня очень там, ну, реально директ засыпан, поэтому, скорее всего, я могла даже еще и не дойти. Я прочитаю, как найду, потому что очень много людей пишет сейчас, иногда пишут с какими-то своими серьезными, ну, серьезными реальными вопросами. Какие-то вопросы я имею право, то есть могу с точки зрения своего опыта что-то посоветовать, за что-то я не берусь, потому что я понимаю, что я абсолютно не могу вырулить эту ситуацию, да. Я могу дать, окей, какой-то совет, но для таких моментов должны быть какие-то специалисты, да, то есть есть моменты, когда лучше вообще туда не влезать, потому что потом может еще посыпаться на тебя. А? И что, с кем ты хочешь двое? А, выкрутая, спасибо. Вот, и поэтому, опять же, хочу просто, вот, ну, мое такое напутствие для людей, что есть такая, вообще для меня есть гениальная фраза, кто-то, я не помню, ее сказал Тимоти Лири или Макен ее говорил как-то, что думай сам, сомневайся в авторитетах. Я эту фразу всегда для себя в голове прокручиваю, то есть я всегда какого бы авторитета ты не слушал, самого гуру, вообще самого гуру, ты всегда должен думать сам. Он тебя может вообще пропиздеть на самом деле, специально. Даже Будда говорил, типа, не верьте моему учению, типа, проверяйте сами. Да, да, проверяйте сами. Проверяйте как будто, типа, там... И поэтому, когда вы рассчитываете на кого бы то ни было, неважно, на совет, да, естественно, да, этот человек может вам посоветовать, может вам что-то там рассказать и так далее, но всегда обязательно, то есть, ну, старайтесь думать своей головой вообще и находить выход из ситуации благодаря своей голове, не чужой, потому что человек не проживал вашу ситуацию, он не знает. Надо рассчитывать только на себя. Ну, это, конечно, я про это и говорю вам всем. Только многие люди почему-то скидывают часто... Они как думают? Вот они пришли к кому-то, да? Ну, моё не учу... Моя философия какая вообще? Мне по жизни... Я бывала очень... И вообще была очень много где, на разных там семинарах, на всякой херне. У меня когда был поиск, там, поиск себя сегодня, говорила про духовность, и когда меня спрашивают, мне задают очень глупый вопрос, это очень для меня глупый вопрос. Как вы начали там путь в духовность? Я считаю, в плане путь в духовность. Вот ты родился, ты уже начал свой путь в духовность. То есть ты родился, ты уже начал путь свой. Вот он твой, с самого рождения. Вот я его начала с самого рождения. Вот. И многие люди мне задают такой вопрос, а как вы начали, как вы начали? Я им объясняю, что, ну, родилась, и началась свой путь. И я когда начала, то есть у меня, ну, такой я всегда ищущий, просто ищущий, да, то есть мне всегда нужно что-то там узнавать, у меня так устроено. Я начала ходить на разные, абсолютно разные тренинги, семинары по Москве, там, на йоге, ху-йоге, я этих йог просто там вообще, бля, я не знаю, сколько было на всякой херне, даже капуэра, бля, учила. Вот. Ну да, я тайским боксом занималась, на капуэра месяц проходила, акробатикой два месяца, бля, не хватило, прыжки всякие там делала. Вот, мне все очень быстро надоедало. И потом я пошла, как-то один раз я пошла в школу одного дядьки, модного очень, он друг, типа друг Зеланда. Зеланд про него в книгах писал. И думаю, ну, нихера себе, если про него Зеланд написал, наверное, чувак стоящий. Нашла, за, реально, там, задумалась, надо, блядь, наверное, пойти. Он сказал, у него есть школа. Пробила. Короче, его в интернете, типа, нашла его. Вот. И решила, посмотрела, ну, конечно, цен, цен там, пиздец, нормальные были. И там пипец такая заумная схема, типа, да, что, ну, я как себе представила, это реально тоже пирамида некая. В центре пирамиды сидит сам этот, блядь, учитель, да. И вот ты на первой ступеньке. И ты за первую ступеньку платишь там денежку, потом поднимаешь на вторую, еще платишь, да, на третью. Вот, чтобы самого его лично увидеть, да, ты должен, блядь, пройти вот эти ступеньки, блядь, и он там, как бы, тебе, блядь, там что-то скажет. Все. Но мне было интересно пойти на него, то есть, понял, да, как бы не на кого-то, а на него. Когда я пришла, я, кстати, ничего не заплатила, мне повезло, вот, но, да, просто я как бы срулила, мне потом звонили, Мария, вы вернетесь, вы вернетесь. Я говорю, да-да-да, когда-нибудь, у вас там потенциал, большой талант. А у меня, то есть, во-первых, я, ну, все занятие прошло просто, блядь, я вообще не понимала, о чем там собрались какие-то непонятные для меня люди. Один хотел, значит, научиться видеть вокруг себя, вот так, типа там было зрение 360 градусов, или как он называется, да, я думаю, нахуй ему это надо, блядь, ну, как ему это в жизни поможет? Я еще сидела, думаю, странный чел. И они задавали вопрос, а что вы хотите? Ну, типа, каждый пришел, какая у вас цель? Он вот сидит, говорит, вот я хочу увидеть там, типа зрение развить в себе 360 градусов, блядь, странные люди. И вот так там разные пришли, там кто-то там телепатию, кто-то, короче, хотел освоить еще что-то. Все они выглядели, конечно, полный пипец, реально, то есть вообще. Вот, так же, как и сам преподаватель, выглядел очень странно. То есть, для меня тетя, учительница средних там классов, причем, из какого-то Советского Союза, прям, знаешь, то есть она такая, ну, странная. И она на меня произвела впечатление очень странное. Они там пропагандируют успешность, вы всего добьетесь, и как бы она, ну, там, это как, знаешь, когда ты приходишь в сетевой маркетинг, и чувак тебе говорит, короче, здесь минимумы зарабатываем 500 тысяч баксов, ой, 500 там, в месяц 500 тысяч, там, ла-ла-ла, и ты, да, нифига, и начинаешь на него смотреть, и они вот там, знаешь, извини, там, как бы носки, прям, блядь, торчат из дырки, ботинок типа того. То есть, когда человек выглядит, ну, вообще, а говорит тебе, что он здесь бабки поднимает, да, и при этом выглядит не так, как он, он вообще их не поднимает, а опускает, судя по всему, такого плана. Я бы... на самом деле очень много зависит от начальных данных человека, потому что вот практически даже у самого безнадежного человека есть потенциал зарабатывать полмиллиона. Просто люди себя не реализуют. Нифига себе, вы сейчас такое пишете, слушай, смотри, в школе сейчас, это, подождите, это в школе где? В Москве, в России такое? В школе делают милицейский класс и заставляют идти туда по форме и т.д. 10 лет, это пиздец, с ними собираются работать полицейские психологи. И я не хочу, чтобы ему забили его всякой хуйней патриотической. Это сейчас такая хуйня в школах происходит. В школах. Я бы просто забирал своего ребенка с такой школы. Добилось того, что он не будет носить форму, участвовать в этой хуйне. Сейчас он боится, что будет не как все. Как ему объяснить, что это нормально иметь свое мнение и не быть стадом? Это в России. Ребята, я в шоке. Если честно, я не знала, что такое в России происходит. Ну, я знала, как сказать, окей, я не буду врать, я знала, что там будет насаждение патриотизма, потому что, блядь, ну, по-другому там не сдержать народ. Ну, да. Да, никак. То есть и религия или патриотизм, это две вещи, которые будут насаждаться сейчас очень активно, поверьте. Просто прям будут вам ее вшивать. И будут не вам вшивать, на вас уже похуй, ну, потому что, как бы реально, будут вшивать детям, потому что дети это и есть будущее. И как сейчас детей ваших воспитают, да, ну, собственно, так как бы либо и людьми будут. Я в шоке, они это внедряют. Ну, это пиздец. Я, честно говоря, Наташа вообще про это не слышала. То есть я просто там не появлялась третий год в России. Слава богу, как бы это ни звучало, но я не хочу своих детей. Вообще, к ним попы уже ходят вовсю. Ну, бля, пиздец. Я даже не знаю, Наташа. Я бы его перевела на домашнее обучение, наверное. Я думаю, я бы заморочилась, потратила бы на это деньги. Я не знаю, бля, но я бы заморочилась. Я бы нашла способ, но я бы не вводила, бля, сто бы процентов, я бы его оттуда забрала. Представляешь, попы и еще и милицейская форма. То есть это будут полицейские попы? Слушайте, а представьте, переведут в другую школу. А вот опять же, а если это будут внедрять во все школы, вообще, куда тогда ребенка отдавать? Самый главный вопрос. Но это очень жестко. Это система. То есть сейчас система, я думаю, будет просто более, более, ну, как бы, завинчиваться будут гайки. Я же помню, еще говорила, что мы вернемся в темные века. Ну, в плане того, что это религия, религия возрождается вот в том виде, в котором, как бы, ее с ней Сталин боролся. Помните? Сталин вообще, типа, сказал, нахуй эти все попы, пошлите в задницу. И правильно сделал, потому что, как бы, попы далеко не святые. Я бы сказала, что попы самые, самые грязные грешники. Вот. И поэтому, когда поп там что-то говорит, он в большинстве своем даже не понимает, вообще, о чем он вещает. Да блин, это еще неправильно коверкают. Вся же Библия исковеркана. Типа, Иисус там вообще приходил, типа, церковь, и у, короче, тех, кто торговал с такими свечками, столы переворачивал, говорил, типа, не должно быть денег в храме моего любимого Бога. Типа, ну, я бы на вашем месте, ну, вот представьте, да, вот как ты на эту ситуацию вообще, как, чтобы ты сделал. Бля, я бы привелся. Муж тоже говорит, пошли навстречу домашняя, типа, я просто боюсь испортить ему жизнь, вообще не знаю, что делать. Мне кажется, если есть деньги, то лучше его перевести в какую-то платную школу. Ну, да, нормальную, платную. Они более адекватного типа, там, учителя больше зарабатывают, как бы, ну, без сразу, без вот этой всей херни, без религии, вообще убрать религию, ментов туда же, как куда и религия пошли, все туда, и максимально, да, там какую-то, во-первых, ну, определитесь там сами, во-первых, поговорить с ребенком вообще, да, к чему он больше, что ему нравится, чтобы понять, да, с каким уклоном, наверное, школу, то есть куда, в какой класс его там определить. Если он творческий, например, да, там, если спорт, это больше со спортом, если науки, это больше с науками, то есть поговорите с ребенком или, может быть, по наблюдениям, вы сами замечали, к чему у него есть предрасположенности, и поищите, я думаю, что сейчас, ну, это за деньги реально не проблема найти нормальную, блядь, школу, а не вот такой пиздец. А у меня в доме живет батюшка, бывший мент. Квартира в нашем доме примерно от 15 миллионов, вот и думайте. Да вообще, батюшки, отлично, подождите, батюшка и бывший мент, это такая вообще горячительная смесь. Как анекдот какой-то. Приходь ко мне батюшка и бывший мент, почти в каждой школе сейчас есть религиозные уроки, уроки религиозного воспитания, и все мамашки прям гордятся, что их дети туда ходят. Слушайте, ну, ну, потому что они, мне кажется, даже не осознают вообще, что их дети впитывают. Ага. Вообще абсолютно. Еще появляются дети фанатики, такие религиозные уроки. И когда, да, это самое странное, они 100% появятся. И ты представляешь, это же целое поколение вырастет на этом. Это целое поколение. Государство в этом плане очень хорошо работает. Оно обрабатывает детей как надо. То есть, когда говорят, что, типа, это там, терпелый бог велел, да, там, или что, такие всякие штуки, или это бог карает, бойся бога, это бог, ты думаешь, ты вообще все, ребенок, да, начинает жить полностью, перекладывая все на бога. Во всем виноват бог, или наоборот, все бог. И ты думаешь, бля, все он, то есть, у него нет ответственности за собственную жизнь. Вообще никакой. Вообще все. Он все считает, что бог. Ну и все. И о чем поговорить вообще с такими людьми? Как он стал батюшкой, я не знаю. Это вот это реально странно. Интересно, а попы ментами становятся? Такой поп думал, думал, бля, что-то. Подожди, даже за дверь. Ты сам. поговорил, он сам не знает пока, но форму носить не хочет. Он языки учит. Бля, ну тем более, если он у вас учит языки, и у него есть, он такой прям, ну, к этому склон, да, предрасположенность, это очень круто. Вот пусть какая-то с направлением языки будет школа. Но типа город небольшой, школа говно. Люди передают ответственность на других людей, то же самое с детскими прививками. Вы знаете, мне сегодня бабушка говорит, что очень великий праздник. Ничего делать нельзя, и все такое. Вы знаете, я чем старше становиться, тем больше считаю, что у нас очень глупые праздники и обряды. Да, во-первых, даже давайте просто задумаемся. Они не глупые. Они просто, мы просто ничего о них не знаем. То есть вот мы делаем что-то, красим яйца, нахер мы их красим. Большинство людей вам даже не ответит. Когда люди идут в церковь, они молятся, да, вот большинство даже не сможет вам, вот, ну, я просто, когда была один раз в храме на какой-то мы службе были, я офигела. Вот что-то бабчушка бормочет, он на своем вот это, и люди, я думаю, блядь, что он говорит? Я пыталась слушаться, я даже не понимаю, и люди не понимают, что они говорят. То есть они повторяют, да, и у людей есть вот эта привычка повторять. Все праздники, они просто основаны на повторении, да, а мы уже утеряли, мне кажется, вообще какие-либо традиции, мы их потеряли, мы даже нам только, ну, может быть, бабушки, дедушки нам смогут объяснить, а многие и они не смогут объяснить. И копаться мы в этом тоже не хотим. И поэтому все, что мы делаем, мы делаем абсолютно просто по привычке, или просто потому что традиция. Но что это за традиция? Ее корни, как она образовалась, что она за счет? Да вообще вам мало кто ответит, на любой праздник спросите, вообще про любой праздник, вам вообще человек, ничего, это что? Ну, блин, ну, так положено. И вот это положено, так люди с этим положено, и живут. И это самое страшное, то есть у них, они даже не задают вопросы, а что это такое, зачем я это делаю, блядь, а это вообще, наш ли это праздник, а вообще, ваш ли это праздник? Тоже. Так, спасибо, пожалуйста. Привет с Ростова, у нас тоже тепло. Вы должны мучиться и страдать, только ради чего? Ну, это вообще поэта, отдельно у нас песня. Представляете, Бог считается нашим отцом, да? И представляете, какой вот отец пожелает своим детям страдать? Ну, только позиканутый шизик, ну, шизик, такой, с передозом, блядь, сильным. За Бога, это капец, идет тотальное зомбирование детей. Бля, их же будут отправлять на войны, их же можно отправлять на войны за Бога, им скажут, за Бога воюйте, и люди ж пойдут. Ну, это как бы пипец будет. А у нас воду подогревает при крещении. Сейчас почти все школы говно. Хорошо, что у меня детей нет, а то я даже не знаю, что бы я делала. Я бы сто процентов увезла ребенка из-за этой страны. Слушайте, вы знаете, это не первый человек, который, причем люди, которые с деньгами, я знаю некоторых блогеров, которые с деньгами, и они говорят, слава Богу, слава Богу, что ребенок не будет, ну, как бы это ни звучало, ужасно, но, к сожалению, такая там ситуация. Ритуал зомбический. Крещение тоже мне непонятное вообще абсолютно. Я вообще не понимаю, что такое крещение. Нет, я помню, что в Библии было рассказано, как Иисус, да, но он разве крестил, что он делал? Окунал, да, или что он делал? Очищать. Ну да, это типа посвятение. Для меня вода это очищение просто всегда. да, а есть очень много примеров, когда есть вообще, я как-то смотрела целый фильм, и не знаю, ну, есть зерно, которое, то есть, есть какой-то у меня отклик от него. И там рассказывалось про крещение, да, и как оказывается, при крещении людям блокируют определенные чакры, то есть делают что-то, определенные манипуляции, ну, вот смотрите, мы же все сейчас живем в такое время, что там, эзотерика, акультика, магия, она уже не стала чем-то пипец, то есть люди все больше обращаются, там, к астрологии, к нумерологии, матрица, ну, то есть все больше начинают в это верить, и даже не просто верить, они реально, это работает, да, они понимают, что это всегда работало, просто потом это потеряли на какой-то момент, и сейчас люди опять к этому обращаются, и я сто процентов уверена, что церковь, и вообще это чистой воды оккультная херня, сейчас, по крайней мере, она исковеркана, и она работает не на людей, а наоборот, против них, и это мощный Грегор, да, и там сейчас ничего, ну, ничего уже от того Иисуса, от того Бога уже нету, потому что оно все захвачено, оно все делается ради корыстных целей, это зарабатывание денег, это зомбирование людей, чтобы люди были очень послушными, и не вякали, да, это самое главное, чтобы люди просто тупо выполняли что-то, они и будут такими, потому что их будут пугать, их будут стращать наказанием, и так далее, и люди со временем превратятся в очень послушное стадо, которым просто очень легко будет управлять, ну, как бы, вот и вся цель, для меня сейчас, по конкретно церкви, попов, религии, да, дух времени, кстати, ухожу, что смотрели дух времени? Нет. Да, кресты делают с ним мертвым, с Иисусом, да, и плюс еще реально для меня тоже странный крест, тут труп на кресте, и они его носят, и носят, и показывают, ебаю, а что, не можете его посадить в кресло, в какое-нибудь, блядь, удобное, чтобы он сидел и кайфовал, ну, вот так, почему такое изображение, почему какое-то, ну, очень вот это, страдание, у нас прям навязываются людям страдания, страдайте, 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 и если бы люди страдали, и при этом еще бы хоть счастливыми были, так они просто страдают, ну, просто страдают, то есть они, у них ничего в жизни не меняется, я сколько знаю таких людей, они, когда ты им задаешь, ну, ты счастлив был, и как бы он такой, ну, не в этой жизни, типа, знаешь, и он ждет, что в следующей, и в следующей точно так же будет страдать. На самом деле у каждого своя карма, у многих предрасположенность, найти внутреннее счастье в этой жизни, поэтому будут какие-то тяжелые моменты приходить. Главное верить внутри себя, а не богохульствовать, это точно, да вообще Бог в нас, и, блядь, нам вообще, в принципе, вам ничего не нужно для того, чтобы понимать все эти заповеди, они внутри каждого нормального, осознанного человека. Вы осознанные, да, если у вас сейчас не будет Библии, вы что, блядь, не будет церкви, вы пойдете убивать, грабить, насиловать, что ли? Да, конечно, нормальный, адекватный человек, а не нормальному, адекватному, просто надо изолировать, что ли, то есть для них, что они действуют, да и на них это не действует, они сделают, пойдут, типа грехи себе отпустят и заново пойдут делать, то есть это нормальному, нормальному человеку это все не нужно, ну это на мой взгляд. Сейчас Пасха, я слышала, что у женщины умер муж, она присвоила его в лик святых и придумала праздник Пасху. Они говорят, да ладно, серьезно, что ли? Религия связана с астрологией. Да? Нет? А, в фильме Дух времен все верно, а религии сказано, что религия связана с астрологией. Да, слушайте, я тоже считаю, что Иисус, нет, Иисус 100% просто был, ну либо он, вот тоже, был ли он, скорее всего был, что он был пророком и некой мессии, это точно, и что он призывал всех к единобожию, это тоже я в это верю. Ну вот за это действительно его и казнили. Она символизирует фаус со спермой и два яйца. Пасха? Серьезно? Скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к экстрасенсам, гадалкам и магам? Это к вам вопрос. К экстрасенсам, гадалкам и магам? Да. Но вообще, что такое экстрасенс, да? Это типа человек, который очень много чего чувствует, который развивает в себе чувственность по отношению к чему-либо, да? И по сути, если так разобраться, много кто может развить такие способности. Есть специальный центр развития этих способностей, которые, причем, начинаются с элементарных проработок внутренних блоков, разбором, постановок своих целей, развития воли какой-то. Ну, смотри, как вы попадали сами, лично, вот вы, к, ну, как бы, скажем так, шарлатанам, да? Шарлатаны, маги, экстрасенсы, потому что у нас, я вам открою тайну, я работала в такой компании, где у нас были и маги, экстрасенсы и все остальное. Нет, мне кажется, закончу, да, то, что 90%, даже, наверное, 99 из них это вообще полная чепуха. Да, это полная. И я работала, в салоне, который назывался, я не помню, как он назывался, это не важно, он был на Маяковской, то есть его открыла достаточно обеспеченная тетенька, он занимал, это был гадальный салон, то есть первый в России, в принципе, он был официальный, в представке, она пиздец, как его тяжело открывала, потому что там пипец, надо было кучу всяких этих, и у нее что было? У нее был астролог, торолог, нумеролог, хиромант, то есть все вот эти вот люди. Нет, вот это все, это все работает. Да, но все зависит, ребят, работает абсолютно все, все зависит от специалиста. Вот это самое главное, когда вы говорите, есть ли маги, экстрасенсы, они есть, но даже не так, это все есть, только не каждый этим владеет, то есть не каждый владеет Таро, не каждый владеет астрологией, нумерологией, очень много, естественно, очень много шарлатанов, в принципе, это ве, ве, у нас большинство лета шарлатаны, а магия такая штука, что ты, блядь, там придерешься к чему-то, да, ну, в плане того, что это такое шарлатанство неявное, сразу разобраться ты не поймешь, и поэтому так тяжело, как бы их уличить чем-то, там экстрасенсы, да, то есть как бы как понять, если нет явного чуда, да, как бы, то есть, ну, а его, скорее всего, не будет, да, то ты не поймешь, плюс работает самовнушение, многие экстрасенсы, я уверен, этим и пользуются, определенным самовнушением, он тебе повел, сказал, здесь тебе то, сейчас пройдет, ну, и люди в это верят, потому что они изначально поверили в это, когда нету веры, то только, наверное, там, я не знаю, действительно какой-то там, вот он сейчас взлетит, и ты в это поверишь, и от веры очень многое тоже зависит, есть куча-куча книг по психосоматике, по самовнушению, что люди очень самовнушаемы, и что люди могут исцелиться абсолютно от любой болезни, только через самовнушение человек может восстановить полностью свой организм, реально, то есть он задает команду своему мозгу, он в это очень верит, реально верит, и он излечивается, и если ты нихуя не веришь ни во что, к тебе кто угодно, и сейчас и бог спустится, и все, все равно ты, ой, это голограмма, это там то, то есть найдешь, до чего докопаться, все проблемы от нашей безграмотности, отсутствие понимания себя, так и есть, это очень большая проблема, огромная, по-моему, Иисус величайший шарлатан всех времен народов, если бы он был, если он, конечно, был, но, скорее всего, его просто пропиарили хорошо, уже попозже, всякие летописцы, ну, слушайте, мне кажется, что Иисус был, на самом деле, очень крутым чуваком, но его сделали таким, то есть его половину, я думаю, на него просто нагромозили, того, чего он вообще не делал, да, и, во-первых, скорее всего, он вообще не хотел, чтобы о нем вот так вот знали, как-то вообще, он это делал, мне кажется, просто для, ну, это вот как, смотрите, для примера, да, такие люди, как Иисус, Будда, потом есть, как он там, Зару, как он там, Зай, ты помнишь? Заруста, 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 был такой тоже пророк, Заруста, Заруста, Зай, да ты знаешь, ты его даже сам называл, но не важно, то есть, есть разные люди, которые приходят с каким-то глобальным, ну, вообще с пониманием, да, просто с пониманием и с ответом, вот они были такие, родились, и, ну, у них такая миссия нести это, да, Заруста, точно, и у них такая, Аллах, вот, у них миссия такая, то есть, нести в этот мир определенные знания, знания, определенную, какую-то философию, ну, не важно, и откуда у них эти знания, они не вы, они с ними приходят, то есть, вот у них это дано, и они должны в этот мир, это внести, да, чтобы люди начали меняться, в лучшую сторону, что они и делают, в принципе, все заповеди Иисуса, вам говорят о очень простых вещах, что должен соблюдать человек, но мало кто, кстати, кто соблюдает, они очень простые, они очень простые для понимания, но на тот момент я представляю, какие были люди, да, если они сейчас пиздец, блядь, то тогда я представляю, почему так все это выглядело очень примитивно, сейчас это, в принципе, точно так же, и даже сейчас люди это не соблюдают, уж про то время я вообще молчу, и поэтому для меня Иисус, Будда, это просто люди, которые, ну, их можно сравнить вот там с вами, реально, да, это можно сравнить их со мной, не, ну, почему, это можно сравнить там с Мариной, и вовченко тоже да люди которые несут в мир определенная я не знаю как бы они определенную несут до свет любовь понимание себя как бы открывая раскрывайся познай себе опознай в себе творца такие вещи да то есть это все обо всем и люди у нас пиздец ну очень как бы хитрожопые эгоистичные существа и каждый хочет на чем-то блять заработать при этом нихуя не делать и я уверена и на иисусе именно так стали зарабатывать да ему вообще было похуй у него он пришел сюда отслужил и ушел то есть ему было посрать на деньги они вообще были как бы он прекрасно понимал все может у меня сейчас сюда за пульни да из какого-нибудь пиздец там измерения где да там не все вообще заебись или слушай надо тебе там чуть-чуть блять побыть но там пиздец полный давайте потыта на там настолько это да там типа это быстро для тебя на самом деле пролетит вот если я такая думаю бля так опять в это говно не ну ладно ну окей окей да я такая соглашаюсь меня пердолят сюда да я как пишу полное говно вообще что здесь кто-то блять там баба она вообще ничего не нужно я просто вот ну на этой на своей волне там хуй всем блять рассказываю что-то да все потом как бы понятно да что как бы жопа случается и и потом вот эти вот люди люди до которые решили ага бля ёпта на этом же можно сейчас так бабла поднять отдавайте ка мы сделаем там создадим вот там целый культ его да и поэтому ему этот культ бы вообще не всрался он ему не нужен у него там вообще сейчас другие измерения другая вообще то есть он вообще он вообще уже забыл забыть забыл поэтому для меня иисус это все равно какой какой-то символ знаменитый это символ просто некий да давайте да слушайте по пору опять же такой светлый день до светлый день вас должен быть сука всегда ребята давайте светлые дни у нас будет сегодня не сегодня не там какой-то праздник светлый день не новый год светлый день не а светлый день светлые дни вас должны быть всегда понимаете сами светлые дни себе делается не не рассчитывайте что он Наступил праздник, это светлый день, там карма будет сейчас хорошая. Такого не бывает. Светлые дни вы делаете себе сами. Вот давайте мы и научимся, будем учиться делать себе светлые дни. Вот есть какие-то практики? Пусть станет образом жизни. Да, пусть станет образом жизни. Расскажи еще, может быть, про какие-нибудь практики еще расскажете интересные. О, давай так, такая практика есть. Я сегодня такую практику, кстати, рассказывала. Может быть, вы тоже ее слышали? Ну, как слышали? Все практики можно придумать самим. По факту. По факту, да. Надо знать, как протекает энергия как-то. И вы рассказывали как-то, помню, что есть и по нарабатыванию кармы? Да. Да, вот. И я считаю, что вот смотри, я девчонкам в нашей группе, в закрытой провела эфир и сказала, девчонки, давайте в течение двух недель мы проведем такую практику. Вы приходите в любой магазин, там, продуктовый, и высматриваете себе какую-нибудь бабулю, просто, которая стоит в магазине, да, и оплачиваете ей все покупки. Я говорю, блядь, ну это пиздец, это же маленькая сумма, там, тысяча, две тысячи рублей, там, неважно, три тысячи рублей. И вот каждый из вас это сделает, да, вот такая практика, очень простая практика. Ты вообще молодец. Я очень рад, что ты так делаешь. Очень круто. Молодец. Я тоже так периодически делаю, например, там вот тоже не дал, не знал, короче, узнал одну из ситуаций, типа, есть девочка, очень талантливая, она, типа, там, отличница, у нее, короче, умер папа, мама не работает. И она, короче, такая талантливая, там, типа, учится на пятерке, ходит в школу музыки, типа, знаешь, такая хорошая девочка, но бабок у них вообще реально нету. И, короче, офигеть, да, то есть, ну, они там реально очень плохо живут. И я, короче, типа, такое узнал. И мы просто неформально собрали, там, тысяч 10, короче, ну, типа, и передали им просто, что у них, типа, было. Но вот к такому благотворительности мне кажется, что наше общество еще, на самом деле, не очень готово. Да, слушай, на благотворительность столько денег делают в плане, ну, понял. Ну, да, очень много обманов, реально, как бы, очень много фейков, огромные бабки мошенники поднимают. И поэтому люди уже не доверяют. Но это вообще идеальный способ создавать себе карму. Если, знаете, какие-то стопудовые такие тяжелые ситуации, люди помогаете. Реально, вы улучшаете свою карму. Да, вот просто, да, людям помогайте. Взяли... Да, я вот так и сказала. Я просто как-то сама делала так пару раз в магазине, да, то есть, помню, бабулькам там что-то. Я думаю, блин, ну, это вот если просто, там, их, я не знаю, там, 30 человек, да, из этих 30 хотя бы там половина это сделает, это уже пипец какой, офигеть какое, ну, как бы, вложение в улучшение просто, да, то есть вы создаете вообще, как бы, ну, если так люди начнут вообще делать просто вот каждый, да, у кого есть возможность, а возможность есть на самом деле, что говорить-то у многих, это все, многие люди припедняются, заметьте. У вас у всех есть, грубо говоря, машина, у всех есть квартира, где вы живете, да, у всех есть телефоны, вы не бедствуйте, вы не в трущобах живете, да, у всех есть, и есть средства для, не просто для существования многих, для нормальной жизни, вы отдыхаете. Есть люди, которые вообще ничего этого не имеют, и чаще всего это как раз, к сожалению, в большом, это пенсионеры, потому что на них давно положили болт, и наше государство, оно забило так прочно болт. Блин, Маш, да что далеко ходить, хотя бы начните платить своим родителям пенсию. Вот, например, типа, вот у нас есть такой второй дом, он называется дом денежных накоплений и дом семьи, то есть твоих мам и папа. И самый простой способ, это просто физическая практика, древнейшая, платить своим родителям пенсию, то есть хотя бы там по 3 тысячи, например, по 5 тысяч в этим свой канал просто в стране раскачивается. Материальный канал, да, он у вас станет круче. Да, вот это реальная тоже практика, как, ну, очень много кому мы ее даем, потому что она реально работает и на нашей жизни, и на нашей жизни наших друзей. Тем более, если самый прикол, мне кажется, да, когда, вот представьте, давайте для примера возьмем очень много семей, где, ну, много вообще людей, да, у которых проблемы с родителями, с мамой или с папой, или с обоими. А представьте, если вдруг вы, да, например, начнете ни с того, ни с сего платить пенсию тому, с кем у вас пипец какое непонимание. Вот вы папу не перевариваете, да, или маму, у вас прям пиздец в жопу. И вы вдруг берете, принимаете решение для себя, да, через, перешагиваете через все свое говно, да, потому что это важно. А это нужно сделать пенсию. Да, и вы, это пипец какой для вас будет поступок. Такое вообще, мне кажется, он вас поднимет в глазах своих родителей, да и даже не в глазах. Вы сами для себя подниметесь на пипец какую ступеньку. Это ради себя стоит делать хотя бы, ребят. С этого начать, с самых близких. Круто, кстати. Мне очень нравится в магазинах полка, где написано лишнее оставь, не хватает, возьми. И там продукты можно купить и оставить. Офигеть. Это в России такое круто? Круто. Стоит ли помогать тем, кто тебя об этом не просит, даже может не отблагодарить? Никогда не понимал, зачем помогать алкашам, бомжам, которые за своей лени превратили свою жизнь в ад? Смотрите. Да, давай вы, потом ты ответишь. Ты. Ага, смотрите. Ну, короче, вот эти вот люди, это считается категорией нуждающихся людей. То есть, ну, типичная история. Они алкоголики, либо наркоманы, от них отвернулись дети, или у них вообще их нету, у них нету близких. Они как бы живут постоянно, ну, бомжи, да, алкоголики, то есть в таком низком эмоциональном состоянии. У них нет никакой надежды. Большинство из них наплевать даже уже на свою жизнь. И ты этим людям, это категория нуждающихся людей, даешь, как бы, например, теплую еду. То есть, есть такая практика, да, ну, и она заключается в том, что ты берешь, например, покупаешь три пиццы. Это выйдет там на тысячу рублей. И идешь прямо, и видишь людей, которые нуждаются в еде, им раздаешь. Ты этим самым тоже расширяешь опять свой денежный канал. То есть, категории нуждающихся людей карма произрастает быстрее всего. И с точки зрения набивания, как бы, собственной кармы, вот это вообще офигенная практика. Ну, и я рассказывала, помнишь, когда, я рассказывала, я тоже никогда в, ну, общественном транспорте, например, вообще, да, когда-то в переходах в метро, одно время просто бомжи, ну, обилие было всяких бомжей, попрошаек, да. И по-честному, я никогда ничего им не давала, ни разу. Но я всегда давала, вот вы правильно сказали, тем, кто не просил. То есть, я подходила к бабулькам, которые просто стояли, в метро сидели, я тебе рассказывала, к дедулькам. Почему объясню? Потому что у меня никогда от тех людей, которые ходили, у меня никогда не было отклика, ни разу. Я ни разу не хотела дать просто. Я всегда думала в голове, да, ему сейчас можно помочь, но у меня не было искренности. То есть, я не видела, у меня ничего не ёкало никогда, какие бы они ни были. Они сидели там инвалиды, знаешь, там, без руки, без ноги, там, еще, ну, ничего никогда не ёкало. То есть, я проходила, ну, да, он сидел там, да, и каждый раз на одном месте. И у меня всегда ёкало, когда я встречала вот что-то в заво взгляде человека, когда он сидел, да, как-то. Я всегда чувствовала, что мне этому человеку надо помочь. В магазине, да, когда там кто-то, ты видишь, там, она ходит, бей, ну, ты понимаешь, да, что у нее нет там средств, да. Ну, то есть, такие, когда у тебя идет просто искренний твой порыв. Они никогда мне об этом не просили, то есть, да. Часто одна бабулька вообще отказалась, я помню, да. Она продавала, помню, цветы. А, еще я часто покупала цветы у одной бабульки, они мне нахер были не нужны, но она не брала у меня деньги просто так, понимала, блядь, я ей даю деньги. Я говорю, мне не надо, она мне все равно дает. И я ей пару раз давала деньги, она не брала, я стала у нее покупать цветы, да, как бы так. Потому что она стояла всегда в переходе, блин, в одно и то же время, поздно вечером, она еще так выглядела, я на нее смотрела, думаю, блядь, пипец, бабуль. Ну, прям, мне всегда хотелось ей помочь. И вот такие искренние вещи, это круто. Когда вы даете, типа, просто отметиться, это вообще нет, не то. Я тоже в Питере таким бабкам помогал, которые продают, знаешь, книги свои такие старые, типа, реально так выглядит жестко. Да. Да. Вот вообще нужно как бы помогать, нужно понять легкий кармический принцип, закон бумеранга, что ты из себя транслируешь, что тебе возвращается. Транслируешь из себя помощь, тебе жизнь сама поможет, начнут происходить самые чудесные, удивительные вещи. Причем, да, эта помощь тебе придет вообще, причем в таких вещах, ну, типа, тебе так же помогут люди, да, или, то есть, ну, очень-очень круто, то есть, такие штуки приходят, причем потом, и потом ты понимаешь, что так, в принципе, весь, все так и работает. Да. Абсолютно все. Но тоже для меня очень важна искренность посыла, то есть, когда, согласись, да, есть люди, которые делают это как одолжение, вот он тебе что-то дает, вот, но он тебе дает, типа, и ты чувствуешь, что он тебе как будто одолжил, типа, такой, знаешь. Ну, ладно. А есть, который человек просто, о, да, конечно, ну, типа, да, он тебе, и это два разных вообще поступка абсолютно, то есть, от души и ради чего-то. Ну, опять же, да, это тоже, как это называется слово, корыть какая-то. И очень многие люди, они корыстны в этом плане. В Иркутске, потому что я могу точно сказать, что я в определенных, ну, я проживала эти состояния, я вот так проживала вот эту искренность, когда ты хочешь это сделать людям. Настолько ты, вау, из себя это само идет. Даже у тебя нет, но ты последняя мощность. Да, ну, как-то само у тебя транслирует, то есть, опа, да. А бывает, когда ты начинаешь такой думать, а вот я, когда это сделаю, что я, типа, получу, а как мне это, это все, это уже не тот путь. В Иркутске очень много таких людей. Притом, они за дня в день сидят на одних и тех же местах. Проходят года, а они все еще сидят. Ну, я думаю, что это... Обычно стоит и бизнес, конечно. Я думаю, это работа просто, да, это и бизнес, корпорация уже мощная. Сетевой маркетинг, более. Ну, вообще, это все выходит на сетевой маркетинг. Я думаю, да. Да, причем, мы видели видеозапись даже, да, когда такой подходит, помнишь, зай, инвалид такой, такой к машине, и чувак такой, типа, видос снимал, типа, как к нему, говорит, о, смотрите, сейчас, типа, мы вам покажем одного из инвалидов-попрошаек. И такой, он идет, типа, к машине, такой, знаешь, там, типа, подать. И он такой, ну, короче, я тебе сейчас дам, типа, если ты, блядь, нормально, типа, нормальным станешь, вылечишься. Он такой, как я вылечусь, я не могу? Он говорит, ну, да, исцелишься. Этот такой, берет бумажку, да, берет бумажку, блядь, пипец, реально, он исцелился, такой, опа, и нормально, и пошел. И пошел, а дай такой весь, оп, помогите, вот так, ну, вот такие вот примеры. Есть. Есть. Ну, у них там, что-то, что-то там, видимо, три ретроградных планеты, да, там, или что? Ну, на самом деле, я один раз видел, как разбирают на примере карту бездомного человека, реально, блин, у него там три ретроградные планеты, типа, все уходят в потери, то есть, короче, чтобы ему в этой жизни вообще хоть какие-то отношения построить, чтобы устроиться на работу, ему нужно очень серьезно себя прорабатывать, все внутренние, как бы, блоки, все вообще, отпускать все обиды, никому не завидовать, не поступать корыстно, короче, жить под хармой просто, на самом деле. И таким людям тяжело, да, жить? Да, у них прошлая жизнь, скорее всего, плохая, раз у них в этой жизни бездомный, например, алкоголь какой-нибудь, да, но такие тяжелые состояния доводят на самом деле до какой-то истины. Ну, как ты сказал, чем ниже, тем выше можно подняться, чем... чем ниже внизу, тем выше наверху, на самом деле, и когда ты такой, типа, весь святой, ты также в момент можешь познать самые ужасные муки ада, так и наоборот, собственно. Ну, я думаю, что каждый человек должен свои низы прорабатывать и вообще со своими низами он должен всегда находиться в коннекте. То есть, как говорят, своих... корми своих демонов, иначе они начнут пожрать тебя сами. На самом деле, нужно просто разобраться в себе. Ну, это понятно, но... Демоны уйдут, как бы, и ты просто станешь нормальным. Ну, слушай, демоны, они всегда, я думаю, все равно они всегда в нас, и мы никогда же не можем зарекаться, что с нами будет через 10, 20, 30, 40 лет, да, и какие будут препоны, и что... какими мы будем, в какие ситуации мы жизненные попадем, там... У нас никакое будет сознание в этом нет. все равно, мне кажется, что самые... чем ты более осознанный, тем более крутые, типа, тебе вещи попадаются. представь, например, люди, властители, там, я не знаю, блядь, властитель всего мира, просто такого сейчас у швака себе представь, да, насколько вот у него какая карма, да, и прикинь, каково ему. То есть, это про... вот это вот, вот это вот его и демоны, и все. То есть, там... Ну, на самом деле, вот даже смотришь, когда, короче, карты каких-то успешных, например, людей, да, сразу же видно, типа, чувак, нет ретрогральных планет, крепкая семья, дружеские отношения с родителями. Серьезно, да? в доме прибыли, удачи и карьеры стоят, там, по три благоприятные планеты. Да ладно, серьезно? Ну, грубо говоря, да, очень сильные карты. И реально чувак такой, ну да, вот с родителями, там, классные отношения. Все заебись с самого начала. Да, типа, семья полноценная, батя там, ну, дал денег, я там, открыл бизнес, все работает, все четко, типа, Как постить обиду от близкого человека, просто прекратить общение? Ну, это как-то, Светик, это очень странная вообще выход из ситуации. Прекратив общение, вы не решите саму проблему. термический узел создаст и будет вас тянуть, пока вы эту проблему не разрешите. Тем более близкий человек. Это просто, если обиды на кого-то, да, просто там вам кто-то на улице что-то сказал, вы обиделись. А близкий человек, ну, блин, это же не просто, он не просто вам близкий, во-первых. Самое главное. И такие штуки, все обиды всегда надо прорабатывать. Обиды на родителей, на там братьев, сестер, друзей, тем более очень глубокие обиды. Они тормозят-то не его, ему вообще похер может быть, они будут тормозить вас. Есть еще такая практика, типа, нельзя, чтобы на тебя держали обиды после того, как ты, например, как-то тяжело остался после отношений. Растался. То есть, и считается, что если ты хочешь как бы проработать, еще не повысилить свои отношения, то нужно попросить, например, прощения у людей, с которыми какая-то такая ситуация была. Ты как, малыш, ты в интернете, что ли? Нет? Нет, не в интернете. Кстати, кто в ближайшее время едет на Бали, и вам нужен крутой специалист, мануальщик. Вот он. Классный парень. Алекс про массаж. Классный парень. Вылечил вообще просто. Да, мы уже не знали вообще, что делать. Короче, у меня у Кристины болела, типа, шея. Ну, она там спортсменка, такая серьезная, бывшая, типа, тайфандо занималась. Ну, и у нее, в общем, постоянно голова болела, и мы уже не знали вообще, что делать. В Таиланде там 3 месяца делали массажи, всяких, как бы, нормальных салонов, типа, где ребята, ну, много лет уже делают этот массаж тайский. Ну, тайских вообще ни о чем. Делали массаж. Короче, вообще ничего не помогало. Чисто ради, как бы, интереса обратились к Леше, и буквально с первого сеанса реально, ну, уже голова. Боли ушли. Перестала болеть. Вот что значит хороший специалист. Не помню, может быть, 7-8 день мы делаем. Реально, это, ну, проблема пока что ни разу не беспокоила. Круто. Это офигенно. Я всем советую. Да, как просто профилактику, как, когда у вас здесь нет серьезной болезни, серьезной какие-то боли, потом как, Леш, тебе лучше, ну, боли, боли, боли. Давай, ну, ты сам про себя можешь сказать лучше. Я не знаю, болит, приходите. Ну, а если нет, подожди, спортсменам обязательно. Я считаю, всем, кто занимается, ходит в качалку, обязательно мне вот, когда он делает, ну, правда, он мне делает вообще, бля, пиздец, как редко. Я могу, рюблина, каждый раз делать после тренировки, но когда он меня разминает, пипец, мышцы забиваются, у них пипец все в спастике, как, знаешь, ты в доспехах, блядь, одет, у тебя все жестко, я ходила тоже здесь два раза, или три раза на разные тайские, балийские массажи, они вообще ни о чем, они там, ну, блядь, непонятно как-то, вот, и я говорю, блин, Леш, что-то мне не делаешь часто, ну, а мне не делает вообще, вот так вот. У Леши, кстати, стоит прямо в личности, Накшатра Ашвини, который отвечает за целительские способности, и он как раз себя в этом направлении по жизни развивает, и судя по всему, реальный чувак. Реальный чувак. Вообще. Реальный, да, поэтому, Алекс про массаж, подписывайтесь, пишите ему, если вот, когда будете на Бали, и июнь-июль он будет в Москве, поэтому запись уже открытая, и вы можете ему писать, и записываться уже вот на эти два месяца, но, да, нужно писать побыстрее, потому что у него очень быстро все набивается. Июнь-июль, да. Дальше, вопрос. Если отец в открытую говорит, что ему пофиг на меня, а не особо интересуется моей жизнью, как его принять и простить? Нужно сделать практику прощения. Практику прощения? Да, давай. Ну, смотрите, а если такие отношения с отцом, отец, он отвечает в нашей жизни за удачу, то есть за успех в бизнесе, то есть линия солнца, да, например, она вообще, как бы, это линия отца, по факту. То есть, она отвечает, ну, в основном, вот за нашу удачу в делах. И отец, отношения с ним непосредственно зависят, как бы, если... Ваша реализация. Да, с отцом плохие, то вы реально сдерживаете процент на 30 свои возможности, как минимум. И для того, чтобы наладить даже в самых безнадежных ситуациях, когда, например, есть папа какая-то недосказанность, или есть какие-то обиды на папу, или, например, вот такая ситуация, как сейчас описали, да, тоже подходит. нужно сделать практику прощения, нужно купить тетрадку, писать в этой тетрадке, папа, прости меня за все, я тебя прощаю и благодарю за все. После этого визуализировать папу и прямо стоя на коленях, лбом в пол кланяться, чтобы мозги, как бы, были выше уровня сердца, как мусульмансы, да, и так вот кланитесь 10 раз, говорите, папа, прости меня за все, я тебя прощаю, благодарю за все. В течение какого времени? 40 дней нужно ее делать, ее нужно делать 40 дней подряд, ни один день не пропускать. Так, слушайте, подожди сейчас, значит, Алекс, Алекс, про массаж, он у меня на некоторых фотографиях отмечен, вы можете проштудировать, я сделаю пост еще и напишу про него, вот, и он в Москве, если что, принимает. И следующий вам вопрос, просто уже заканчивается время, что делать, если свекру достает, прошло 20 лет совместной жизни с мужем, свекра что-то стало не устраивать, возраст может, все не устраивает, я не понимаю, что, где вопрос? Люди могут жить до старости с обидами, значит, урок не пройден? Да, значит, урок не пройден, в следующей жизни он повторится, пока не пройдется. А если боли нет, но есть сколиоз, что-то можно со сколиозом сделать, как-то исправить или ничего, и смириться, и жить с кривой спиной? Все зависит от силы желания, и от возраста, если это сложить 35 уже сложно, ну, можно, но полного исправления не будет, до 35 тоже, скорее всего, полного не будет, но будет частичная зависимость, все-таки, Анастасия, повышайте самооценку, от возраста организма, от состояния хрещей, костей, надо смотреть на сучастность, такие, ну, в общем, индивидуально все, до 25 можно исправить, на 70, ну, на 70 процентов, можно исправить, после, это сложнее, и меньше процентов, принимает он в Москве, и на Бали, пишите ему, а вам, Анастасия, повышайте свою самооценку, иначе, будьте лучше, стремитесь тогда быть лучше, чем его бывшая, как бы только такой вариант, иначе,